Стармер требует от Байдена 20 миллиардов долларов Киеву и добро на удары Стормшедоу, Телеграф. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от Джо Байдена выделить Украине 20 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов до вступления Дональда Трампа в должность. Кроме того, он добивается разрешения для Киева на удары Стормшедоу по территории РФ. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, Стармер настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, уходящим президентом в США, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе. Ожидается, что сэр Стармер также заявит, что Украине следует, наконец-то дать разрешение на запуск ракет большой дальности Стормшедоу вглубь территории России, против чего выступает Байден. Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос изменения позиции в США в отношении урагана Стормшедоуз в ходе переговоров в Париже 11 ноября. Два лидера провели 20 минут, беседуя один на один об Украине, в то время как большая делегация помощников не присутствовала в зале, что является признаком политической деликатности дискуссий. Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая вопрос о том, как лучше всего обеспечить Украине максимально сильные позиции перед зимой, сообщил источник. Ракеты Стормшедоу производятся в Великобритании и Франции, но при развертывании могут использоваться американские системы. Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов по границе с Россией, но не вглубь территории. Западные союзники, по всей видимости, работают на двух фронтах, денег и оружия, пытаясь заставить Байдена пойти на большую поддержку Украины, чем это запланировано на последние два месяца его пребывания у власти. В европейских столицах существуют опасения, что Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, заставит Украину навсегда отказаться от удерживаемых Россией территорий в обмен на мирное соглашение. Трамп пообещал положить конец войне Украине, куда вторглась Россия в первый день своего президентства и раскритиковал миллиарды фунтов долларов поддержки Киева, предоставленной Байденом. Саммит G20 в Рио-де-Жанейро в начале следующей недели может иметь решающее значение, поскольку союзники обсуждают ускорение поддержки Украины. Сэр Стармер, Байден и Макрон будут там. Кредит Украине. Одним из основных направлений лоббирования в Лондоне является то, чтобы страны Большой Семерки Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США выполнили свое давнее обещание предоставить Украине финансовые ресурсы. В июне лидеры стран Большой Семерки договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. США обещали предоставить 20 миллиардов долларов из этих 50 миллиардов долларов, однако они еще не предоставлены. Отчеты из США в прошлом месяце указывали, что деньги готовятся в этом году. Ракеты Storm Shadow. Журналисты спрашивали Стармера, обсуждал ли он ракеты Storm Shadow с Макроном. Это произошло в самолете, направлявшемся на 29-й саммит ООН по изменению климата в Баку, столице Азербайджана. Стармер сказал, «Я всегда говорил, что мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, и мы придерживаемся этого. Я также говорил, что в ряде случаев нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение. Это был мой постоянный рефрен вот уже 4 месяца, с тех пор как я стал премьер-министром. Во всех обсуждениях, которые я вел, это суть обсуждений, которые мы ведем». Однако премьер-министр отказался вдаваться в подробности обсуждения оперативных военных вопросов. Ричард Найтан, главный маршал авиации Британии, выразил свою поддержку ударом Украины, ракетам Storm Shadow вглубь российской территории. Найтан в своей речи, в Королевском объединенном институте оборонных исследований заявил, что альтернатива победе Украины немыслима, и что это станет зеленым светом-агрессором по всему миру. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили свою поддержку Киеву в ходе переговоров в Париже.